Друзья, всем привет! Совсем недавно я рассказывал о том, как мы построили дочке в подарок у себя на дачке вот такой вот игровой домик из дерева. И подарок дочке очень понравился. Сегодня я вам расскажу о том, как мы его электрифицировали. Напомню, что за домик. Домик с основанием 2,5х2 метра, построен по каркасной технологии. И каркас 5х10, обшит вагонкой и с металлической крышей. В принципе, простая конструкция. В чем вообще задумка? Домик дело прикольное, но детям хочется, скажем так, уюта. Начинает темнеть, в домике становится темно и неинтересно, плюс они садятся здесь, играют в гаджеты, в планшеты, в телефоны целой компашкой. И все это дело тоже, конечно же, садится, а хочется от чего-нибудь заряжаться. Эту проблему мы и исправим. В своих обзорах я рассказывал про вот такую вот солнечную панель. Ссылочка будет в описании. И, наконец, мы ее применим. Значит, нам нужна солнечная панель, контроллер от нее же. Я покупал их вместе, они шли комплектом. И старый автомобильный аккумулятор, который я заменил этой весной. Он все-таки еще работает и послужит нам. Аккумулятор будет жить у нас в отдельном домике, поэтому за домиком быстро из досок я сколотил вот такой вот маленький еще один домик. В нем и будет жить аккумулятор. Ставим наш аккумулятор в домик, проводим к нему провод и заводим провод непосредственно в домик. Также из домика у нас будет выходить второй провод. Он будет идти к тому месту, где висит солнечная панель. Ну а солнечную панель мы, конечно же, вешаем на крышу, на южную сторону, чтобы солнце на нее максимально светило. Подключаем панель, подключаем аккумулятор, все это к контроллеру. И, как мы видим, все работает. В чем суть? Солнечная панель через контроллер заряжает аккумулятор, а аккумулятор, в свою очередь, через контроллер отдает нам энергию. В самом контроллере есть два USB порта, поэтому можно сразу оттуда заряжать гаджеты. Также у него есть еще и силовой выход на 12 вольт. Вернемся к домику. Чтобы он быстро не сгнил, я поставил его на тротуарную плитку и просверлил в нем много отверстий, для того, чтобы аккумулятор все-таки проветривался. Дальше переходим к подготовке освещения. На улице мы будем вешать 10-метровую гирлянду 5-вольтовую, ее мы запитаем от понижающего трансформатора. Как видим, подключаем 12 вольт, вход 12, выход 5. Гирлянда работает, она у нас будет висеть на козырьке, будет очень прикольно. Также на козырьке мы повесим еще вот такой вот прожектор. Прожектор данный, как написано в инструкции, работает от 12 до 85 вольт. Однако от 12 вольт он не стартует. От 15 вольт он работает нормально, поэтому его мы будем подключать через повышающий трансформатор. Все приходится допиливать. Еще немножко модернизировал подключение к аккумулятору. В том же магазине, где покупал вот эти повышающие и понижающие трансформаторы, купил вот такой вот проводок с предохранителем, от греха подальше. Теперь аккумулятор будет подключен через предохранитель на 3 А. Дальше начинаем проводку. Подключаем третий провод к самому правому гнезду контроллера, это силовое гнездо. На него у нас контроллер подает питание от аккумулятора. Проводим аккуратненько проводку, протягиваем провод поверху и сверху мы ставим такую вот разводную коробочку, чтобы все было красиво. А в ней я уже развел провода на освещение на две такие лампочки. Это 12 вольтовые лампочки с цоколем 4G, к ним просто припаяны провода. И включатель. То есть дети заходят и просто включателем включают или выключают свет внутри домика. Очень удобно. И данных двух 12 вольтовых светодиодных лампочек хватает, чтобы осветить весь домик выше крыши. При этом они совсем не нагреваются, поэтому бояться тут нечего. Включили и работает. Можно было бы конечно еще впилить и галогенки, но светодиодные лампочки все-таки гораздо меньше потребляют электричества. А в нашем случае при питании от аккумулятора это критически важно. Вдоль козырька красивенько крепим гирлянду. 10 метров хватило ровненько, чтобы по кругу козырек замотать в гирлянду. И хочу сказать, что получилось достаточно прикольно, особенно в темноте. В дальнейшем покажу. Также на козырек мы цепляем данный прожектор. Для прожектора я сделал еще отдельный включатель. От 15 вольт работает отлично. Напомню, от 12 вольт работать не захотел. Еще в строительном гипере купил 4 листа полметра на полметра 2-х миллиметрового прозрачного поликарбоната. И использовал его в виде стекол в данном домике. Получилось очень прикольно. По факту обычное прозрачное стекло. Домик полностью застеклен. Теперь в нем не дует и вода в него не летит. Однако его не разбить. Дети не разобьют его и не порежутся. Ну и вот как это выглядит. Дети начинают потиху обживать домик. Уже начинают таскать сюда игрушки. А по центру у нас стоит контроллер. То есть можно сесть с двух сторон, поиграть. Поиграть в те же самые гаджеты. Зарядиться. Табуреточки используем как маленькие столики. И еще купили вот такие вот классные полочки. На которых у нас будут стоять цветочки. Без цветочков в доме никуда. Ведь это добавляет уюта и комфорта. Ну а вот как все это дело выглядит в темноте. Внутри домика у нас горит свет. И включена гирлянда. Выглядит просто супер. Как я уже говорил, двух этих лампочек для полного освещения домика хватает выше крыши. Внутри, как мы видим, очень светло. И этого вполне достаточно. Ну а вот со включенным прожектором. Данный прожектор при 15 вольтах освещает чуть ли не получастка. Получилась очень классная зона для барбекю. У нас здесь стоит лавка, мангал, мы здесь ставим столик, стулья. И все это дело очень хорошо освещается в полной темноте. Очень классная тема. Ну вот как-то так. Кому понравилось и было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заглядывайте в описании. Ну а мы продолжаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok